Наверное, лучше всего с этого момента начинать видеоролик. Назад! Еще, 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 еще! Еще, еще! Хорош! Давай, 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 давай! Ну а здесь открывается вид на сам карьер. Привет! Сегодня мы едем на Амбросиевский карьер. Как туда добраться? На автомобиле. Второй вариант на общественном транспорте. С автостанции Южный туда ездят автобусы. Я вам нарисую карту, как проехать в сторону Амбросиевки. Я думаю, это ни для кого не составит труд. Набрать в гугле, либо в интернете, либо посмотреть сейчас на экране, как туда проехать. Ближе к Амбросиевке я расскажу более детальный маршрут, как добраться непосредственно на карьер. Этой информации в интернете очень мало, поэтому я решил записать этот видеоролик. Амбросиевский карьер находится порядка 80 километров от Донецка. Это самый глубокий мергельный карьер в Европе. Глубина его составляет до 25 метров. Мергель – это вещество, которое содержится в цементе. Также недалеко от этого места есть цементный завод. Поэтому возле карьера, не отходя от кассы, построили этот завод и производят там цемент. Можно ли там купаться? Нет, нельзя. Но все там купаются и ездят. Ну и мы поедем. Ребята, будет вот такая вот стела бросилка. Вы должны повернуть будете налево. Там дорога главная уходит направо, но вы должны поворачивать налево. И вдоль вот этой всей дороги будем ехать в сторону цементного завода. На протяженности всего пути с Донецка до этого места дорога в идеальном состоянии. Я не впоймал ни одну яму. Ну, в принципе, ям было пару штук всего. А то возле железнодорожного переезда. Ну и там в поселках. А так дорога в хорошем состоянии. Вот еще один указатель Амбросиевка. И вот еще один пик цемент. Справа метановская заправка. И мы поворачиваем здесь налево. Очень мало информации о дороге. Поэтому я решил записать более подробную дорогу, как сюда добраться. Все ключевые точки. В сторону Амбросиевки там особо показывать нечего. А вот такие вот небольшие повороты, указатели вам очень пригодятся. Переезжаем в железнодорожный переезд. Посмотрите, какие курорты у нас на Донбассе. Куда можно съездить, отдохнуть, провести время за городом. Поворачиваем направо. Я здесь сам ни разу не был. Поэтому сейчас будем все своими глазами смотреть, глядеть, куда нужно будет ехать. Делюсь информацией с вами. По фотографиям этот карьер вызвал большой интерес у меня. Поэтому я хотел его собственными глазами увидеть и поехать. Посмотреть, что там на самом деле за красота. Въезжаем мы в Новоамбросиевское. Свернули на плиты и будем ехать по прямой. Карьер у нас находится с правой стороны. Поэтому куда-то эта дорога выведет. Наверное направо здесь повернем. Потому что там... Хотя может и не направо. Тут лежачий полицейский. И дорога из булыжников. Мы правильно хоть едем, парень? Да? Но там пешком надо только идти. А если на машине, к примеру? Ага, я понял. Куда-то нас выведет. Там с правой стороны в любом случае карьер. Недалеко уже. А там если что пройдемся пешком. Ну а что делать? Выхода другого нет. О, вон вдали сосны какие высокие. Красиво. Видите, бетонная дорога. Там сплит было сделано. Ну, плит это и есть бетон. Скорее всего, что где-то нужно будет оставить здесь машину. И пройтись пешком. Ну, так и сделаем. Поставили машину и решили спуститься вниз пешочком. В принципе, здесь недалеко. У кого низкие машины, то нежелательно вообще здесь ездить. Ямы очень большие. И плюс неудобно будет вам разворачиваться. Если с той стороны будет ехать машина, то, соответственно, вы здесь не развернетесь. Ну, можно развернуться, но придется заезжать в кусты, палки, ветки. Не сильно будет вам приятно. Ну и сейчас будем потихонечку идти, показывать вам природу и окружающую среду. Видели какие сосны? Красотища, я вам скажу. Где вы еще такое увидите? На Донбассе. Еще до карьера не дошли, но я могу поделиться первыми впечатлениями. Очень крутой воздух. Туда же стоит приехать подышать. Буквально, да даже вам минуты хватит почувствовать, какой здесь вкусный, приятный воздух. В городе у нас такого нет. Видите, вот там справа машины уже ставят. Перепады, ямы большие, поэтому проблематично будет тут вообще ехать на низких машинах. Внедорожник нужен. Хотя, чем больше внедорожник, тем дальше ты заедешь на нем. В любом случае за трактором придется бежать. Но такие маленькие, небольшие парковочные места здесь присутствуют. И березы, и сосны. Там и вишни я даже видел, растут. Какая вода голубая. Пока вы это еще не видите. Прозрачность воды, а также цвет, зависит от планктона. Поэтому цвет здесь такой приятный и голубой. Под ногами, видите, мел. Белое-белое все. Так, следы идут у нас налево. Значит, мы поворачиваем налево. И здесь вот народ ходит. Значит, мы на правильном пути. Мусор здесь выкидывают. Он бесстыжий. Нужно брать пакет для мусора и с собой забирать его. Потому что вам же здесь ходить, гулять, бегать. Быстренько выкинули и все, исправились. А потом, как что, никому ничего не нужно. Так что, ребята, не будьте свиньями. Увозите с собой мусор. Фух. Спускаться ладно еще. А подниматься потом как? Уже совсем другой вид здесь. Обязательно берите с собой головные уборы. Так как здесь очень и очень жарко. Практически нет тени. И тут вот такой вот пляж дикий. Ну а здесь открывается вид на сам карьер. Ах, красотища. Подошли у тебя два парня, с которыми мы ехали вместе. Искали дорогу. Узнали за вот тот пляж. Вроде бы с машины. Берут 500 рублей. Не знаю, правда это или нет. Может, кто бывал, либо кто владеет достоверной информацией. Напишите в комментариях, соответствует ли это действительности. Тут еще, походу, коровы спускаются, воду пьют. На водобой приходят вот такие вот лепешки. Надо их аккуратно обходить. Катя уже пошла в плав. И там сразу глубоко. Буквально 2-3 метра от берега. Уже глубина. Не знаю, около метра, наверное. Вода здесь, конечно, прозрачная. Купаться нельзя здесь. Ну, все купаются. У нас небольшой перекус. Взял зерновое печенье Геркулес с отрубями. И жилчик. Дома плотно просто пообедали. Поэтому решили не брать ничего. Красотища. Кстати, этим печеньем очень хорошо наедаешься. Это вам так к сведению. В камеру солнце светит, но я не специально. Класс. Людей не сильно много. Туда, в принципе, можно будет пешочком пройтись. Кому интересно, вообще дикие места там вы просто будете сидеть на берегу типа такого. Но там неудобно располагаться. А так, какой итог я могу сказать и сделать вывод? Мне нравится. Воздух тут совсем другой какой-то. Так что, если будет у кого возможность либо время, обязательно приезжайте. То, что я вам покажу, это одно, а на самом деле вы будете ощущать совсем другое. «Музыка» 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 водичка конечно классная теплая тайна улице жарища я немножко покажу вам пейзаж с этой стороны берега принципе так можно идти до бесконечности даже ягоды какие-то растут ветер конечно слышен вам в камеру но ничего не поделаешь вот такой здесь пляж дело в том что вот сразу буквально метр от берега глубина около полутора метра кто любит пешие прогулки тому можно будет прогуляться пройтись послушать шум волн только не моря карьера везде вокруг все белое здесь не глубоко а дальше резкий обрыв в воду а и воздух здесь совсем другой дно мягенькая мел только он уже закаменелый не знаю как камера передает но цвет воды ярко-бирюзовый светлый здесь кстати плавают рыбки эти целая стая хотели побывать еще на одном курорте донбасса вот приехали ну как вам класс и мне понравилось так можно идти идти до бесконечности пока на ту сторону не выйдете представьте вот это все добывалось использовалось с помощью этих веществ делается цемент это сколько построили новых домов больниц детских садиков колоссальный труд проделан человечеством здесь вообще прозрачная лад бдичка очень круто не знаю по видовому составу рыб я вам не подскажу но скорее всего что какая-то рыбка здесь присутствует ладно будем идти возвращаться на наше лежбище так приехать отдохнуть покупаться посмотреть что-то новенькое это будет вам еще один курорт куда можно приехать я думаю на заметку вы возьмете водой уже весь оббился камень острых граней практически нет видите мел мергель давайте я вам ничего говорить не буду просто пройдусь по бережку чтобы вы послушались шум волн так то это будет получше без всяких рассказов идем мы уже назад и вот отдыхающие задались таким вопросом говорит на машине сюда съезжали я говорю не то что ну съехали они на hyundai а и 30 и вот теперь думают как выбираться отсюда поэтому ребята не рискуйте не рискуйте особенно на таких машинах так как скорее всего что назад будет вам очень и очень проблематично выбираться тут еще более-менее дорога ровная нормально а вот туда где направо мы сейчас будем подыматься там конечно я не знаю вообще как люди выезжают сейчас как раз и глянем как она будет здесь заезжать а 99 ка села 99 ка села 99 ка села ну отсюда вне факт что мы заедем тут главное вот тут перебороть вот эту всю фигню вообще не заводит так зимняя резина наоборот должна лучше гребсти чем летние давай скатись давай попробуй скатиться назад а мы всей бандой толкнем она за рулем разга за газ ой блин колью скинула раз нельзя бросать выскочила выскочила нормально да ну бампером цепанула фух вы люки нормально ну выскочила нормально она механике машина до двигателя 16 там 1 и 4 наверно 1 и 4 наверно 1 и 3 не бывает нормально не у него он не может 22 цилиндра не хватит там он не заехал он не заехал вот вами ралли пошел 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 гребет не на 99 ки не может заскочить хлопец фух пока ветку эту брать надо до интересные приключения но дело в том что ей можно отсюда сразу стартовать выкручивайте руль сюда в эту сторону вставайте вы в эту заскочить и по прямой поедете сразу да давайте еще 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 хорошо давайте теперь назад назад метра 2 они она не зацепит еще 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 хорош хорош и теперь со старту газ не бросайте в полу держите и просто рулем если что подкручиваете давайте не камешки не надо ничего там трогать газ в пол и сразу эти старайтесь не сюда съезжать а вот здесь справа берите чтоб не в колею вот здесь так вы выскочите главное что вас туда не скинуло вот чтобы у вас левое колесо вот здесь было нет на первой на первой газ полный газ пол не бросайте вообще и рулем если чтобы так подкручивать и вы выскочите резина у вас нормально все пошла 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 до выйдет все она выйдет да да она выйдет все карьер называется ой извините это ничего бывает а на бусике я не знаю как вы будете выезжать это надо кого-то чтобы внедорожника и на трос садили другого варианта я не знаю так ладно немножко помогли а хотя чем мы помогли так чисто советами наверное лучше всего с этого момента начинать видеоролик но я думаю вы сюда на легковушке соваться не будете а там на свой страх и риск ладно с вами был виконста пока пока